Добрый день, уважаемые коллеги! Это еженедельный обзор от компании Техмилл и с вами я, Артур Изятуллин. Риски в доллары сегодня и вчера заметно возросли из-за новых угроз торговых войн между Китаем и США. Это заметно проявляется по паре евро-доллар и фунт-доллар, которые у нас очень долго снижались под влиянием проблем в еврозоне, в частности, итальянского кризиса. Но сегодня медведи взяли передышку, произошла фиксация прибыли с уровня 1.15. Но именно эту краткосрочную бычью коррекцию нужно связывать именно с ситуацией в США, но никак не в еврозоне, потому что там проблемы как остались, так и остаются нерешенными. Китайские коллеги понадеялись, что отделываются повышением закупок углеводородов и своих бобов, однако сильно ошибались. Трамп опять указал на нерешенность проблемы тихого отъема технологий и одновременно с протекционизмом Китая собственного технологического сектора, который, кстати, грозит утрате доминирующих позиций американских компаний в этом поле деятельности. Вот так, согласно отчету торгового представительства США 2017 года, кража коммерческих секретов обходится американским компаниям от 225 до 600 миллиардов долларов ежегодно, что даже превышает торговый дефицит США с Китаем. Чтобы понять, как проблему устранить, надо в первую очередь выяснить, как эта проблема развивается. Китайские компании известны своим талантом лепить подделки, практикуют записи пиратства, производственных процессов, кражу программного обеспечения. То есть, эта проблема, как видите, имеет децентрализованный характер при бессильном попустительстве властей. То есть, сказать просто «не делай это» не принесет результатов. Нужно разработать методы отслеживания соблюдения этих правил. Также необходимо разработать критерии кражи. То есть, здесь придется балансировать на очень тонкой грани, так как где нужно будет провести черту, за что наказать, а за что нет, где будет разумно, где грубое вмешательство в технологические процессы китайского производителя установить сложно. Так как же происходит все на самом деле с воровством интеллектуальной собственности Китая? Торговые представители США жалуются, что, мол, процветает пиратство программного обеспечения и приметят какие-то меры. Подписывают к какому-нибудь меморандуму взаимопонимания. Стороны работают в этом направлении. Китайские производители, в свою очередь, просто начинают изощряться, обходя ограничения. Эти жалобы снова накапливаются. Опять поступает жалоба от торгового представителя США в китайский орган. И на этот раз представитель США говорит, что мы имели в виду именно эти требования, а не те. И так происходит по кругу. То есть проблема не решается, а просто происходит ее медленное, но верное развитие. Попытки устранить эту проблему, очевидно, приводят к тому, что кража становится более утонченнее. То есть китайские производители оттачивают ее. К тому же китайский орган контроля избегает давления на компанию, обходится рекомендациями без жестких санкций за нарушение, так как статус производителя имеет особое стратегическое значение для страны, которая сама, по сути, является одной большой фабрикой. Да что уж говорить, бизнес-стратегия большинства китайских компаний сформирована таким образом, что нужно взять дорогой западный продукт и сделать копию подешевле. По-другому китайцы работать не умеют, так как промышленный дизайн у них развит слабо, но конвейер работает вполне. Вышеописанный тип кражи процветал на ранних стадиях индустриального восстановления Китая, когда процесс штамповки товаров удешевился настолько, что это позволило Китая опередить в привлекательность любой другой регион для производства, отказаться от запуска производства в Китае, стало уже просто для западных компаний немыслимо. Руководимые принципы минимизации сдержек в условиях высокой ценовой конкуренции. Светлым и западных менеджеров считали вопрос о локации производства один из самых легко разрешимых, ведь для них в Китае уже все готово и там их ждут. Это в свою очередь укрепляло позиции Китая как всемирного производственного цеха. Это преимущество для западных компаний потом развернулось обратно и неприятно для их стороной. Максимально благоприятные условия ведения бизнеса теперь обменивались на принудительное раскрытие ноу-хау, продаже коммерческих секретов и обязательный совместный бизнес с китайскими партнерами. Это требования менеджеры, конечно же, молчаливо принимали. Бизнес-сообщество само себе сделало подножку, а теперь еще и ищет выхода через Трампа в политическом обострении ситуации. Естественный эволюционный необратимый процесс теперь пытается решительно прервать, когда децентрализованный характер проблемы означает, что им нужна и откатка таким же способом, то есть решениями на уровне конкретной компании какую стратегию для препятствия кражи выбрать. Отдельные китайские производители по-настоящему начинают шевелиться, начнет шевелиться, когда он почувствует, что есть риск переноса производства в другой регион, то есть клиент может уйти, но, как уже было сказано, конкуренцию Китая в этом плане составить другая страна не может, ну, кроме как в некоторых отраслях, например, текстиль. Секция 301 торгового акта США 1974 года, то есть рычаг, который выбрали США в давлении на Китай, можно сравнить с проведением хирургической операции Куады. Применять торговые санкции против главного торгового партнера, на который приходится 21% импорта, это, по сути, поставлять собственных потребителей. К тому же, ответные санкции Китая будут означать сокращение прибыли для 8% американского экспорта, что также будет ощутимо. Однако, опрометчивым решением это назвать нельзя, особенно в отсутствии каких-либо других способов влияния. Китай, в свою очередь, полагает решение, причем его эффективность носит двойственный характер. Усиленно рекламируя патентные споры для иностранных истцов, Китай приводит статистику, что 80-90% споров было разрешено в пользу зарубежных компаний. Однако, именно на оставшиеся 10-20% приходится спор от таких крупных компаний, как Dell, Samsung и Apple, которые проиграли суд, так как и совершенно неизвестным компаниям. То есть, избирательное действие правосудия, судебный протекционизм и предвзятое отношение к иностранцам отнимает последнюю возможность у крупных зарубежных компаний отстаивать свои права в Китае. То есть, что мы имеем в сухом остатке? Это торговая война между Китаем и США, которая нависла грозовой тучей над рынками, в частности над долларом. Разрешение конфликта может считать появление новостей о глубоком реформировании правоприменительной деятельности в области промышленного шпионажа. А запретить компаниям проводить обмен бизнес-технологию ожидать бессмысленно, так как это, понятное дело, предмет добровольного согласия между китайскими производителями и американскими фирмами. Пока что существует угроза введения тарифов, которая в среднесрочной перспективе даст медведям преимущество по доллару. И пока что она никуда не уйдет. Данные ПВП в США сегодня, скорее всего, отыграет вниз, так как вызывает опасения замедления базовой инфляции совершенно на 0,1% в апреле. Плюс ситуация потребителям немного ухудшилась в первом квартале. Вот на этом графике можете видеть, что инфляция у нас возросла в первом квартале. В то же время оплата труда снизилась. Это говорит о том, что покупательская способность американского потребителя снизилась. И это, естественно, негативным образом отразится на потреблении. Что касается некоторых отдельных компонентов потребления, например, затрат на покупки товаров длительного пользования, то динамика оплаты труда месячная и заказ на товары длительного использования показывает, что именно с начала года у нас произошел небольшой всплеск. Это как раз-таки после мертвого месяца в январе. Но потом, опять же, перешло это все в снижение. И заказ на товары длительного пользования пали вместе с оплатой труда. Это говорит о том, что это, опять же, негативно характеризует потребление в первом квартале. Именно поэтому стоит базировать свою оценку по ВВП США за первый квартал в сторону понижения. На сегодня у нас все. Спасибо за ваше внимание. Встретимся с вами в пятницу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!